Это программа День с толком. В студии Татьяна Голубева. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. В поиске новых возможностей для развития новых рынков сбыта. Сегодня под Павловском открылся крупнейший агропромышленный форум Дни Сибирского поля. Мечтают стать как шоколадки, так все-таки чего больше от загара, а вреда или пользы? По мировым стандартам и с новейшим оборудованием в Бийске появилась собственная ледовая арена. Ну и главной теме сегодняшнего дня. Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев посетил сегодня Алтайский край. Он прибыл для участия в большом масштабном агрофоруме Дни Сибирского поля. Министр провел рабочую встречу с губернатором Виктором Томенко. Глава региона и федерального ведомства обсудили завершение посевной кампании в стране. Дмитрий Патрушев подчеркнул, что Алтайский край вносит большой вклад в продовольственную безопасность России. Площадь ключевой для вашего региона культуры Гречихи превысила 700 тысяч гектаров. И я вас хочу поблагодарить. У нас Гречиха всегда такая достаточно капризная культура с точки зрения и цен на нее, и достатка в магазинах. Но если мы увеличиваем площадь, значит ожидаем больше урожай и меньших колебаний с точки зрения цены. По итогам прошлого года значительно выше среднероссийского уровня остается показатель рентабельности сельхозорганизации в регионе. На самом деле это очень важно. Это говорит о том, что в принципе та политика в сфере АПК, которую вы видите, она верна. И у вас увеличивается количество прибыльных организаций, и рентабельность находится на высоком уровне. В рамках рабочего визита министр осмотрел несколько площадок выставки и провел оперативный штаб, на котором шла речь о мерах по стабильному функционированию агропромышленного комплекса страны. Так, спустя полтора года после введения жестких санкций по отношению к России, отечественные сельхозпроизводители по-прежнему озадачены поиском новых поставщиков, комплектующих и фирм по продаже сельхозтехники. Отличительная особенность этого форма – представленность китайской техники для аграриев. Как и отечественные тракторы и сейлки, китайские стоят в среднем вдвое дешевле американских и европейских аналогов, а значит более доступны для российского фермера. Но аграрии признаются, что пока полны предубеждений по поводу качества азиатских машин. Есть и еще один фактор. Подробнее о том, как прошел День поля, расскажем в завтрашнем эфире. А пока продолжим. Алтайские напитки, возможно, будут поставлять на Дальний Восток. Делегация из Сахалина, которая прибыла на агрофорум Дни Сибирского поля, встретилась с руководством Барнаульского пивоваренного завода, чтобы выстроить взаимное сотрудничество. Какая продукция заинтересовала гостей из островного региона? Смотрите далее. Конферент-зал Барнаульского предприятия принимает дальних гостей. Они преодолели 4 с лишним тысячи километров, чтобы принять участие в традиционном алтайском агрофоруме Дни Сибирского поля и найти новых надежных партнеров. Алтайский край и Сахалинская область давно и успешно сотрудничают. Так наш регион закрывает до 80 процентов потребностей в провизии. На заводе приморским гостям пришлись по вкусу напитки, но им продемонстрировали и другую продукцию. Мы видим побочные продукты пивоваренного производства. Мы их перерабатываем и делаем из них корма для сельскохозяйственных животных. Возможно, в этом плане будет какой-то у них интерес. То есть, мы готовы туда поставлять. Стороны обсудили и производственный процесс. В год на Барнаульском пивоваренном выпускают 100 миллионов литров пива. Во всем Сахалине только 11,5. Притом видов пенного напитка, около 20 наименований, на острове производят куда меньше, чем на одном нашем предприятии. Ассортиментную линейку дополняют два алтайских напитка. Вот водичка. Мы здесь уже второй день. Везде в правительстве, на деловых встречах стоит только вода. Очень вкусно. И я знаю, что это такой определенный знак качества. После заседания для делегации провели экскурсию по заводу. Гости смогли увидеть все циклы производства. Всю линейку выпускаемой продукции. От кваса до пива. Этот элеватор соединяется с подработочным отделением бар, ленточным, транспортером. Представители оценили также пастеризацию и фильтрацию технологии, позволяющие пиву долго оставаться свежим и качественным. На сахалинских заводах такие процессы не применяют. Там выпускают исключительно так называемое живое пиво. Однако наибольшую заинтересованность гости проявили к другой продукции. Безусловно, понравилась технология безотходного производства. Данная технология позволяет вырабатывать дополнительный продукт, который идет на подкормку сельскохозяйственного скота, тем самым увеличит его продуктивность. Первых договоренностей о сотрудничестве намерены достичь именно по кормам для животных и потом по поставкам на остров Барнаульских напитков. Для нашего предприятия, подчеркивает его руководство, это отличный шанс расширить географию поставок, которая и без того сегодня включает Камчатку. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. На Алтае добились снижения смертности от меланомы или, проще говоря, рака кожи. Но статистика по числу вновь выявленных заболевших год от года растет. И одна из причин излишняя – любовь к загару. Как ловить лучи солнца без вреда для здоровья узнавала наша съемочная группа. Лето в разгаре и солнечные дни. Барнаульцы массово отдыхают на пляжах. Некоторые часами находятся под прямыми лучами, что чревато последствиями. Мы поинтересовались у барнаульцев, используют ли они какие-то меры защиты от солнца. Мне нравится темный цвет, когда он такой ровненький, красивый. Хорошо липнет ко мне загар. У меня сама по себе кожа смуглая. И мне на солнышке хорошо. Даже крем не нужен. Люблю солнце. Просто люблю солнце. Ну а не считаете, что это вредно как-то? Ну, не капельки. Вот почему? Не знаю. Настроение подымается, значит, полезно. Я люблю загар, как шоколадный, вот такой цветом, чтобы быть, как шоколадный. Ну а переусердствами мажуты можно получить. Если сильно переусердствовать, то с загаром. Загар безопасен лишь в небольших дозах, подчеркивают специалисты. Так восполняется витамин D, который помогает в лечении разных недугов. И вырабатывается мелатонин, гормон крайне важный для душевной гармонии. Для нас, для врачей, как для специалистов, психиатров, психотерапевтов, конечно, мы понимаем, что солнечный свет, солнечные лучи – это своего рода антидепрессант. У нас в организме вырабатывается серотонин, а он нужен для счастья, для удовлетворения, для хороших эмоций. Но если солнечными ваннами переборщить, возможно, неприятные последствия. Пожалуй, самые легкие из них – покраснение, самые опасные – развитие меланомы, рака кожи. Ультрофиолетовые лучи, они приводят к образованию свободных радикалов, что в дальнейшем ведет к повреждению ДНК клетки, к различным мутациям. Также, помимо этого, могут запускаться какие-то другие заболевания, аутоиммунные. За последние 10 лет заболеваемость меланомой, утверждают эксперты, в крае выросла на 70%. И несмотря на то, что онкологи добились понижения смертности от данного вида рака, специалисты призывают излишне солнце не любить. И если очень хочется стать загорелым, то лучше соблюдать одно правило – ловить кучи ранним утром до 10 часов, либо уже после 16 часов. «Обязательно, прежде чем выйти на улицу, можно посмотреть ультрафиолетовый индекс. Если он 3 и более, тогда необходимо использовать солнцезащитные средства. Как мы защищаемся? Это, конечно, головные уборы, бананки, кепки и так далее. Использовать солнцезащитные средства, про них очень много говорят, различные крема, лосьоны, фрелиды и так далее, которые имеют солнцезащитные факторы». Загар – это красивая роскошь, которая летом доступна всем. Но стоит помнить – все хорошо в меру. Думая о красоте, не забывайте о здоровье. Загорать тоже нужно с умом. Кристина Матвеева, Ольга Иванова, Владислав Ковалев. День с толком. В Бийске появилась собственная ледовая арена. Новый спортивный комплекс «Прогресс» площадью 4,5 тысячи квадратных метров торжественно открыли накануне. В нем будут заниматься будущих кисты и фигуристы. Первый набор юных спортсменов пройдет в ближайшее время. Подробнее в сюжете Дмитрия Дроздова. Большой праздник на стадионе «Прогресс». И здесь теперь и одноименный ледовый дворец. Его открытие проходит торжественно. Гостей приветствуют куклы-великаны. Играет оркестр, угощает мороженым и кукурузой. Внутри арены любителей ледовых видов спорта ждет новый крытый каток площадью в 4,5 тысячи квадратных метров. Есть также тренажерный зал и предусмотрены помещения для занятий фитнесом и хореографией. У нас в Алтайском крае продолжается активная, интенсивная, плановая и в то же время системная работа по созданию условий для того, чтобы и наше подрастающее поколение, и взрослые люди, и люди пожилого возраста имели возможность заниматься спортом, физической культурой, вести здоровый образ жизни. Сегодня прекрасный ледовый дворец, который мы открываем, это еще один шаг на этом пути. За два года, что в Бийске строили арену, было немало поводов для волнений. Стройка пришлась и на пандемию, и на последовавший взлет цен на стройматериалы и металлоконструкции. Но все задуманное удалось выполнить. На средства двух проектов регионального спортнорма жизни и национального демография арена возведена. На ее строительство в общей сложности выделено почти 550 миллионов рублей. Дворец стал первой круглогодичной ледовой ареной с искусственным льдом в Бийске. В принципе, Бийск всегда славился тем, что у нас город хоккейный. И наши младшие команды, которые занимались постоянно либо на лицейской коробке, либо больше нигде, постоянно выигрывали своих сверстников из других городов Алтайского края. Ну а сейчас, я думаю, это такой будет шаг вперед. Арена соответствует мировым стандартам и оснащена новейшим оборудованием – трибунами на 250 посадочных мест. Для спортсменов и любителей есть четыре удобные раздевалки с душевыми и медицинский кабинет. А после тренировок битчане смогут выпить чашечку кофе в местном уютном кафе. Тут очень хорошо. Я прокатился, сразу почувствовала, что наш лед. Не надо ездить никуда. Катка не было. Круглогодичного в городе никогда. Это первый каток. То есть мы тренировались, ездили в Башкари тренироваться. И в Майму тренироваться в осенний, весенний период. Тренировались, катались только в Бийске, только зимой. Теперь ни тренерам, ни родителям юных спортсменов не придется ломать голову, где провести очередную тренировку. В Бийске свой лед. И доступ к нему круглогодичный. Решена еще одна проблема спортивной отрасли края. Дмитрий Дроздов, День с толком. Самый дорогой, самый древний и даже самый интимный экспонаты сегодня можно увидеть в Алтайском краеведческом музее. За 200 лет с момента создания культурного учреждения его фонд скопил большую коллекцию, больше 200 тысяч экспонатов. Самые интересные из них как раз представлены сейчас на выставке, приуроченной к почтенному юбилею. Музей 200+. Как прошел накануне старт торжественных мероприятий, о самой выставке подробнее далее в сюжете. Торжественно и немного загадочно звучит само слово «музей». Недаром музеи сравнивают с храмом. Соприкоснуться с прошлым, увидеть мир человека, мир природы, меняющийся на протяжении эпох. Уже два столетия жителям и гостям Барнаула помогает краеведческий музей. Праздничная концертная программа открыла череду юбилейных мероприятий. Это крупный музейный центр с очень большим зарядом идей, дел, с замечательной командой. И сегодня у нас есть возможность многим людям сказать спасибо за их работу. За многолетний труд и вклад в развитие музейного дела сотрудникам музея вручили награды Алтайского края, а следом открыли новую выставку «Музей 200+.» С чем ассоциируется краеведческий музей в Барнауле? С пушками. Да, это пушки, которые стоят и у входа в музей, и пушка, которая находится внутри. Вот она, как раз та самая известная пушка Барнаула. В экспозиции представлено больше 80 экспонатов. Сотрудники музея старались интересно подать историю учреждения путем переплетения событий его биографии с историей края, страны и мира. И даже придумали особый раздел. Посетитель, как правило, задается вопросом, какой же экспонат самый старый, самый дорогой. И мы составили с коллегами такой своеобразный топ-20 экспонатов. Этот топ, он такой серьезный и несерьезный одновременно. Здесь мы сможем понять, какой экспонат изготовлен из самого необычного материала, какой экспонат самый интимный, какой самый древний и ряд других. Посетители и гости города также могут увидеть самый хрупкий, самый абстрактный, самый чешуйчатый экспонат, который, кстати, 60 лет ждал своего звездного часа. Мы сегодня пригласили музейщиков, которые приехали из 30 регионов. Плюс у нас онлайн, у нас и Белоруссия, и Крым. И сегодня нам дают обратную связь. Обратная связь, она и полезная, и приятная. И поэтому я надеюсь то, что мы не в аутсайдерах. Мы имеем свое место, мы заняли свою нишу, мы особенный, мы оригинальный самобытный музей. За каждым экспонатом, за каждым годом жизни музея стоят люди, подчеркивает Наталья Вакалова. Специалисты музейного дела из других регионов оценили их работу и увидели потенциал для развития. Так, экспозиция нашего музея будет выставлена в Санкт-Петербурге в Петропавловской крепости в сентябре этого года. К нам же привезут 64 уникальных экспоната из Иркутска. У нас выстраиваются такие рабочие, межмузейные взаимодействия. После этой выставки, которая сегодня здесь будет представлена, приедет Иркутский музей с коллекцией шаманской. Она будет называться «Эхо шаманского бубна», потому что у нас богатейшие фонды, связанные именно с историей шаманизма. Добавим, поклонники подарили музею старинный экземпляр лютеранской библии начала 19 века. В перспективе в музее создадут экспозицию в отреставрированном музее военной истории, а далее начнут работу в основном здании музея. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Ирина Купченко, Ольга Прокофьева, Борис Галкин, Игорь Петренко. Это далеко не весь список гостей, которые в этом году планируют приехать на шукшинские мероприятия. Фестиваль пройдет на Алтае с 18 по 22 июля. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Виктор Томенко. Шукшинские дни на Алтае традиционно стартуют в Барнауле у памятника Василию Макаровичу, а завершатся в сростках на родине Шукшина. Всего в программе больше 60 различных мероприятий. Запланированы конкурсные показы игровых фильмов. Впервые в программу вернулось документальное кино. Будут организованы также дискуссии, мастер-классы, публичные лекции. Помимо шукшинского кинофестиваля в Барнауле, мероприятия пройдут также в Бийске и в Новоалтайске, Камни-на-Аби, Зато-Сибирском, а также в нескольких других районах края. А у меня на этом все новости. Для вас работает телефон редакции 205-545 через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза компании Валар. Только хороших вам новостей и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok